Ребятки, привет! Снова я, Анюта на канале своем, вещаю. Вещаю мы сегодня, ой, готовим гороховый суп. Вот смотрите, очень быстро, очень просто. Вот бульончик уже у нас закипел, прокипел уже часик. Это свининка, там где-то буквально 300 грамм. Ну, сегодня со свининкой, обычно с телятинкой, лучшей для здоровья. Ну, сегодня с нежирной свининкой. Вот поставила я сковородочку, сейчас сделаю поджарочку. В общем, лук я не жарю, потому что я его сейчас сразу так брошу. Потому что у меня ребята, если встретят лук в супе, это будет такой скандал, что просто ужас. Кто у меня вот тут, посмотрите, кто у нас тут еще живет с нами. Вот это наша лимонка. Лимонка, это вообще-то вроде как это девочка. Это не разлучник, попугайчик. Я вам потом расскажу в следующем видео. Этот попугайчик попал к нам очень случайно, совсем случайно. Мы его поймали в нашем парке возле дома. Была уже глубокая осень, он был изнеможен, не мог летать. Вот он как внимательно слушает. Да, лимончик? Это Лискин друг. А где Лиска? Лиска? А Лиска спит? Да, привет! Это твой друг Лимон? Да? Иди с ним познакомься, да. Иди вот сюда, садись на свой стульчик. Она очень любит сидеть на стульчике. Когда холодно, мы ставим стульчик батареи, и она кайфует. Да, иди ложи. Там сейчас сегодня жарко, и она вот это вот, там у нее такая прохладная территория, и она там сидит. Да, вот лимончик тут чирикает на солнышке, мы его поставили на пару минут на солнышко, поставили ему водичку. Купалку он не хочет, сюда вот мы купалку цепляли, она у нас уже сломалась, он у нее вообще не заходил. Вот ставим, он бывает купается вот в этой своей мисочке. Так, хорошо, о наших баранах. Значит, суп не из баранины, суп из свинины. Бульончик у нас уже сварился. Мы сейчас сделаем, ну, немножечко морковочку надо припустить. Вот маслица растительного на сковородочку. Сейчас оно подогреется немножко. Что хочу сказать, вот тут у меня чеснок с зеленью. Обычно, конечно, ложат зелень уже в готовый суп, но это опять не наш случай, потому что наш малыш категорически против. Так, картошка. Картошка у нас такая хорошая картошка, мы ее помыли. В общем, видите, я все приготовила, горох помыла, все помыла. А это я помидору натерку натерла. Очень хорошо, когда натрешь натерку помидору. Значит, картошку промыли. Надо замочить. Ребята, у кого сахарный диабет, особенно, особенно, на ночь, вот перед тем, как готовить что-то из картофеля, вот завтра будете готовить с утра там, да, на ночь замачивайте, чтобы вышел весь крахмал, потому что это очень не полезно, когда у нас крахмал присутствует и при сахарном диабете вообще не разрешается. Значит так, делаем зажарочку. Ну, такая зажарочка именно, как вам сказать, морковочку припускаем. Она, когда с жиром обжаривается, то это намного лучше, чем она так. Мы ее буквально чуть-чуть припустим на сковородке. Так, кстати, свининки я положила, я буду доливать мало бульона, положим овощи и дольем. Свининки я положила буквально там грамм 300, то есть он будет такой супчик слеженький. Так, обжариваем, обжариваем это дело. Ну, пускай на шестерочки, на таком среднем огне. Так, сюда мы уже можем отправить горох. Кстати, кто любит, когда горох вообще, чтобы не хрустел на зубах, то его надо с мясом вместе, чтобы он вообще как пюре превратился, разварился. Ну, мы делаем так. Так, вот мы это. Значит, кстати, насчет соли. Подсаливаю я в самом конце, потому что вот услышала такое мнение, что если мясо посолить вначале, вот я увеличу, увеличу, на сильный огонь поставлю, чтобы быстрее закипел бульон. Если, такое мнение слышала, что если вы подсолите бульон вначале, то мясо будет твердое, понимаете? Так, вот, видите, она так золотистая, золотистая. Мне надо быстренько все это сделать. Ребята пошли гулять. Я пойду с ними, и мы пойдем, они в парке гуляют, у нас там рядом базарчик, и мы пойдем сделаем базар. У нас закончились томаты, у нас закончилась картошка. Вот это последнее, что я натерла, огромный такой домашний помидор. Ну, так, пускай немножко прокипит наш горошек. Что, моя золотая? Что? Что он там ругается? Что этот попугайчик ругается? Чик-чирик, ты тоже ругаешься? Что поругайся? Скажи, не шуми, не шуми. Да, да, что мой дорогой, что мой красавчик. Мы так думали, боже, чей же попугайчик улетел. Походили, поспрашивали, но у нас много домов вокруг парка. Писали объявления, но никто. Либо ему открыли форточку, сказали до свидания. Он очень шумный, неразлучники очень шумные, да? Да, привет, лимончик. Он лимончик, у тебя мужское имя, но ты, видимо, дама. А знаете, как определяется по расстоянию между лапами? Вот видите, какое большое расстояние, когда сидит попугайчик на жердочке? Большое расстояние. Когда оно большое, говорят, что это самочка. А когда лапки стоят вместе, тогда говорят, что это самец. Ну, ради бога. Ну, это точно самочка, да, Лизка? Так, что у нас там? Так, бульон наш закипел. Уменьшаем мы огонь. Ставим его на троечку. Так, кипит, кипит, кипит. Так, это у нас тут... О, уже, в принципе, ничего так поджарилось. Замечательно. Ну, не сильно так же, ребята, чтобы оно не до черноты, чтобы не было черно. Так, картофель мы сейчас туда отправим. Так. Ой, ой, ой. Все надо сделать быстро. И чтобы было быстро, и чтобы было вкусно. Потому что... И чтобы еще успела пару часов настояться. Потому что придет голодная братва и скажет, а где, а где, где супчик? Так. Так, ребятки, все, загружаем туда нашу картошечку. Вон как все замечательно пахнет. Вот только морковочку пожарили, так запахло. Замечательно. Так. Опять увеличиваем огонь. Так, нет, куда мы залезем ложечку. Так, вот теперь вот в таком виде бульон уже превращается в суп. Так, это мы отставляем. Так, я тут еще, знаете, у меня такой рецепт, он своеобразный. Он мною выдуманный, да, так скажем. Ну, как, вот, например, я в гороховый суп положу немножко болгарского перца. Ну, может быть, этого никто не делает. Ну, а почему нет? Я ложу томат, вот, ну, можно пасту положить. Я ложу вот, люблю больше помидоры. Я не люблю эти томатные пасты. Так, ну что, зажарочки хватит уже. Зажарочки уже хватит. Мы сделаем, выключаем. Так, оно пока постоит и дойдет. Боже, какие трели. Чик-чирик-чирик-чирик-чирик. Чик-чирик-чирик-чирик. Так вот, про нашего лимончика. Шли мы как-то с нашим младшим сыном. Гуляли по парку. И мужчина с коляской проходил мимо. И мне показывает, говорит, смотрите, а уже, знаете, ноябрь месяц, холодно. Мы в куртках, в шапках, в сапогах. Хотя у нас и юг, но все равно. И говорит, а там, знаете, вот уже такой приличный пласт листьев. Уже попадали листва, уже с деревьев упало. И там что-то такое яркое, желтенькое, ковырялится, что-то ищет такое маленькое. Я думаю, боже, что это, кто это? Ой, и дала вещи подъезжать сына. Говорю, да, я попрою. Ну, говорю, ну, я вообще не думала, что он мне дастся в руки. Но он был такой уже изнеможденный, прямо такой замученный. И я его просто взяла. Он, правда, немножко там меня покусал за пальцами. Говорю, ну, ты же, говорю, пропадешь. Пропадешь в этом парке. Холодно. Ночи и вообще холодно. Говорю, где ты взялся? Какой длинный перелет ты совершил? Откуда ты прилетел? Мы его принесли домой. А по пути нам встретилась знакомая, которая говорит, ты что, с попугаем гуляешь? Я говорю, ты что, как я гуляю с попугаем? Она идет с собакой гулять, а я с попугаем гуляю. И она говорит, у меня есть свободная вот эта вот клетка. И она мне сразу притащила эту клетку. Большое ей спасибо огромное, Оксаночка. И он меня уже так искусал. Я взяла, нашла палочку. Я ему в клюв сувала попугаю эту палочку. Ей, лимонки. Так думаю, что все-таки это она. И сувала я, значит, ей эту палку, чтобы она меня не кусала. И я, когда уже эту клетку принесли, я просто засунула. И с таким облегчением все пальцы покусаны у меня. Я уже хотела отпустить. Но понимаю, что погибнет. Погибнет же на улице этот попугай. Да, ты слушаешь внимательно. Да, да, да. Ну и, в общем-то, мы принесли домой. Первое, что он набросился на воду. У него уже было обезвоживание. Он пил, пил, пил. А у нас не было никакого корма, ничего. Я насыпала ему просо, обычное просо. Не в шкарлупе, а вот эту нашу, ну, как она, крупу вот эту нашу, господи, пшонку, пшонку. Ну, он же так не никак. Мы бегом в зоомагазин. В клетке не было вот этих всех палочек, зеркал. Ну, вот этих вот всех приспособлений не было. Просто была пустая клетка с кормушками и с поилкой. Мы бегом это все побежали. Купили, купили корм, уже пришли. Он уже сидит, там уже напился, отпился, сидит, уже молчит. Это вообще был кошмар. А кошка, конечно, она сначала первое время... Ты что, опять пошла, легла? Лиза, ты пошла, легла? Она первое время, конечно, так сильно переживала. Ходила, заглядывала. Он же там свистякает, кричит. Ну, потом она уже успокоилась. И все пришло в норму. Так что-то наш бульон не хочет закипать. Сейчас он уже закипит. О! В общем-то, как-то так. И, в принципе, вот так у нас появился попугайчик. У нас до этого был попугай, много лет назад. Еще при нашей кошке, когда она была молодая, она была очень... Не дает мне рассказать. Она была очень такая игривая, она была очень шустрая, бегала везде. И, значит, мы приобрели волнистого попугая. И этот волнистый попугай столько натерпелся от нашей кошки-бедняга, что в итоге она его все-таки... Но он очень любил попрыгать, полетать, на стол прийти. В отличие от неразлучника, неразлучник какой-то очень осторожный. Волнистый, который был у нас, не знаю, как у других, был очень любопытный. Он вылазил из клетки, он шел посмотреть, что мы там кушаем, все у нас пробовал. И в этот момент, когда он делал перелет со стола в клетку, вот это вот, она его могла подпрыгнуть, и как-то вот она его так когтями задела. Вот надо, те, у кого есть ребята-попугай и кошки, надо как-то... Наверное, попугаю необходимо летать, чтобы он сделал эту физическую зарядку, все. Ну вот, чтобы, конечно же, чтобы не поранил. Потому что он у нас что-то так был поранен. Один раз восстановился, другой восстановился, а потом уже не восстановился. Но что интересное и забавное было с нашим волнистым попугаем, это было вообще умором, потому что оказалось, что это попугай у нас был женского пола. И мы его умудрились научить говорить. Он говорил, Ромчик птенчик, Ромчик хороший, Ромчик птичка, понимаете, вот такого вот плана. Так, что там у нас кипит, да? Ну что, ребятки, загружаем зажарочку. Мы так быстренько уже оставим, оно будет там вариться. В общем, вы понимаете, да? Особых трудностей не составляет приготовление этого горохового супа. Еще было неплохо бы, неплохо бы сделать сухарики. Я, может, сейчас нарежу батон и в духовку. Но так не хочется, ребятки, включать духовку в такую жару. Возможно, я даже, может быть, их просто куплю в магазине. Ну, посмотрю, как мне еще. Сухарики мои очень любят. А с гороховым, даже вот если вы будете делать гороховый суп без всякого бульона, без всякого мяса, это тоже съедобно и прекрасно, с макуи, по-украински. Очень вкусно, очень вкусно и приятный вкус такой. То вы поймете, что не обязательно туда этот бульон, он не обязателен. Так, это мы все в мойку, забудем все мы. И вот вы даже, я много раз в гостях была у своей знакомой, которая делает, она принципиально варит гороховый суп не на бульоне. Вот просто вот раз, кстати, горошек я положила половиночками, не сказала, половиночками. Промыла хорошо, так, чтобы уже был прозрачная вот эта водичка была. А как вот рис мы моем, надо раз 8 промыть, так же само горох раз 8 промыть. И вот я положила горох сюда половинками, он быстрее сварится половинками гороха. Если хотите, чтобы вообще было как пюре, то надо, конечно, варить с мясом. Но мясо я слила шум весь, помыла его, опять залила чистой водой, пару лавровых листов туда бросила. И вот сейчас мы уже положим, сейчас немножко покипит, положим мы сюда сейчас томат, положим мы перец, в конце добавим зелень с чесночком. И оставим на маленьком огоньке, чтобы он томился там еще минут 15, чтобы он уже дошел и будет прекрасно. Сейчас мы еще посмотрим, мы еще не подсолили, сейчас вот мы это все забросим, а можно уже подсолить. Сейчас, ребятки, я гляну. Так, сильно он булькает. Видите, какой он симпатичный. Так, на четверочку. Так, ну давайте сейчас я посолю. Так, ложечку. Я вот на такое количество, даже сейчас оно будет большее количество, может идется еще. Вот такую, ой, стоп, сахар залезла, залезла в сахар, заговорилась. Это же цукор. Так, соль, соль. Вот. Так. Вот такую, знаете, без горки ложку, как говорят, не досол, пересол на голове, а не досол на столе. То бишь, вот так вот ложечку. То бишь, кому будет, ну, кто захочет еще больше подсолить, пожалуйста, подняли попу, взяли ложечку и подсолили. У нас это все просто. Так, добавляю я томатик. Замечательно. Добавляю я перчик вот так ложу. Ну, смотрите, какой обалденный супчик гороховый. Не надо ничего мудрить. Так. А попугай поет. А попугай поет, радуется солнечному воскресному дню. Это, кстати, ребята, я любитель орхидеи. У меня их не сильно много, но любитель. А вот это, смотрите, что осталось от моего, тут был вообще такой двойной цветонос, была такая огромная гроздь, что осталось на сегодняшний день от цветения этой орхидеи. И кстати, она не такая, это вот уже она дала такой отгоночек от основного, видите, от основного дала отгон. И вот она, цвет изменился, дай бог доживем, я сделаю видео, когда она будет расцветет своим настоящим ярко-фиолетовым таким прямо цветом. Ой, ребята, какая она красивая, она просто обалденная. Так что вот так, вот, помешаем, прибавим мы, прибавим мы, я не вижу побольше огня. Это вот здесь, у нас 12-этажный дом, у нас электроплиты, поэтому не удивляйтесь. Но я очень рада, потому что был опыт проживания в доме с газом, и знаете, как-то не очень. Не очень почему? Потому что все было закуп... Ну не то, что мы не жарим, мы не жарим сильно, но было такое вот, знаете, оно запах. Вот я сейчас, когда захожу кому-то в гости в дома с газовыми плитами, я с порога чувствую, если человек вот готовит, я чувствую этот запах гари, я не могу, у нас такого нет. У нас все чистые кастрюли, у нас, извините, не загаженные. Да что такое? Что такое? Я разговариваю на ютубе с подписчиками, а ты чего кричишь? Мы со зрителями говорим, да, ты такой шумный, вот кто захочет таких попугаях иметь, а? Такой же, у нас вот бывает даже днем, когда уже голова от него трещит, мы накидываем на него какое-то темное полотенушко, потому что уже просто нет сил. Да, посмотри, какой я, скажи, красавец, я красавчик, я красавчик, да, красавчик, только ты бестолковый. Волнистые попугаи могут научиться говорить, а вы нет. Так, в общем-то, осталось нам немного, вот сейчас оно закипит, мы положим зелень с чесночком, уменьшим, и, возможно, я все-таки сделаю сухарики, вот в духовочку, порежу их и в духовочку где-то градусов на 160, на минут 10, может быть, даже где-то так, пожарю ребяткам сухарики. Думаю, они будут рады, что будут сухарики для супчика. Так, ну, в общем, программа, программа минимум на сегодня выполнена, супчик вот закипел. Видите, лук ложу целиком, ложу целиком, потому что, ну, вот, не любят они у меня, когда вот лук попадается им в виде таких вот кусочков, вот категорически. Ну, подстраиваешься же под семью, понимаете, сам бы ел и не возвращался, а тут что сделаешь? Так, что Лизка наелась, лежит, отдыхает, попугай галдит, делает всем больную голову, да, пошел бы помылся, посмотри, спускайся, у тебя там чистая водичка, спускайся, неугомон, неугомон. Лиз, что такое? Вот я тебе, я ему сегодня вот яблочко кусочек дала, вот он его что-то даже не хочет пробовать, противно. Что такое? Что ты скачешь, чтобы шиться? Так, вот наш суп уже закипел, хорошо уже, уже запахи, ну, обалденные стоят. Так, все, я сейчас это все дело накрываю, добавлять воды я не буду, думаю, достаточно, он такой, достаточно густой получился. Ну, не как больше, чтобы ложка стояла, но все равно. Так, так что готовьте, не ленитесь, готовьте дома, для себя. Да, ой, потому что все-таки в общепите вкусного ничего такого не покушаешь. Так, ну все, вот я уменьшаю на маленький огонек, выставляю время минуты так, наверное, 15-20, 20, пускай даже на 20. Все, и пускай она там себе томится помаленьку. Так, ребятки, все, говорим вам пока, извините за столь долгое видео, но гороховый суп потрели этого иноземного, так сказать, средиземноморского. Откуда ты вообще родом, товарищ, надо почитать про тебя. Да, где-то ты там, наверное, из Филиппин, вас там как воробьев, целая куча. И вот Лизка вам тоже дает привет, дает лапу. Лизка, ты даешь лапу? Хотит спать, старушка? Хотит спать? Сколько можно спать? Говори всем привет и пока! Мояу! Продолжение следует...